МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И почему? Вот. Все приготовлено. Этот академик, он уже займет несколько квадратных метров, а земли-то нет, а земли-то вот, когда этот самый Сергей Валерьевич обращался в Шушенское. Видели? Смотрите, внимательно. Еще раз. Я показываю, не стесняюсь. Это он, ему показали, да, а я показываю всему миру. Вот. Поняли, да? Вот. А вот это вот дерево, оно, если его не обрезать, а ставить, как есть, оно занимает площадь метров пять квадратных. И уже сейчас невозможно тут ничего посадить, видите? Вот. Смотрите, оно уже заняло. Тут уже ничего не растет. А ведь здесь же, это, уже садить поздно. То есть, как вернуть его опять питомник? Оставить его, но, но обрезка будет, я вам потом покажу, здесь, здесь, а вы помните, я вас подводил к такому дереву, да? К одному, там их два таких у меня уже пересажено. А пересаживать больше некуда. И так, оно будет вот так вот. И выбросит новые побеги. Смотрите. Вот видите, новый побег. А обрезка будет вот тут. И вот отсюда пойдут новые побеги. А это побеги не вторичные, как вот я хотел сказать. Если будут ветки той толщины, вон те, помните? Это вторичные, я их называю. Неполноценные. А вот эти будут полноценные, поняли, да? Вот один, второй, третий. То есть, еще, а ему всего-то два года от рода. А я его уже омолаживаю, поняли? Вот. Да, я расшатываю на сердце. Вот. Знаете, еще раз скажу. Это просто какое-то чудо. Меня преследуют люди. И я жалею. Я не смог стать чистым испытателем. Вот. У меня есть теория, да? Да, только бред несет там насчет того, что мы улучшаем качество. Вроде бред. Мало фактов. Вот. Вы видели в двух фильмах, когда люди мне показывали, говорят, говорят, ваши, а, в одном случае был ваш абрикос, и говорят, вот такие вот плоды. Я говорю, может, такие? Нет, вот такие. Вот. А как я проверю? А второй случай, когда это самое, человек вырастил из косточки, да? Неизвестные косточки. И говорит опять, вот такие абрикосы. А как я проверю? А где у меня время, чтобы съездить к ней на участок? А уже того абрикоса нет. А в этом году не урожай. И опять говорят, а то дерево так же надо, как на моем вот этом, что я сейчас, вот здесь черешня стоял. Но же самое надо говорить. Табличку, и чтобы даже хозяин, не, не, это самое, под страхом, это, 10 лет без права переписки, чтобы не мог даже его, это, вот что должно твориться. А у меня таких фактов. Они копятся, копятся и исчезают. Вот. И я со своей теорией, а от нее зависит будущее садоводство. Поняли? Вы видели, уже черешня, а уже это самое, по-моему, превысило подвой. Вы представляете? Я сейчас могу уже объяснить, почему. А кто мне поверит? Ведь это же интересно все. Ну, пусть не каждому. Вот. Вот еще. Я увлекся этим. Посмотрите, как была обрезана яблонька. Я не буду смотреть, какой сорт. Ее два года на третью зацвело, смотрите. Так. Вот. Оно уже маточное. Вот. Его Сергей ни за что не это. Он решил. Сейчас я вам пожалуюсь на него. Ну, а как же вы думаете? Мы с ним, что это самое, в садоводстве не бывает, друзья. Мне не бывает. Вот. Помните, сколько раз я уже с друзьям говорил, если что не так говорил, руки пообрублю по локоть. Вот. По некоторым поводам. Смотрите сюда. Двухлетний абрикос. Они приговорены. Уже сейчас бы их не было. Вот три я перенес. Вот я вам показывал один, да? Подходили, где там обрезка почти по поясу. Ну, вот. Вот эти обречены. Вот. Вот эти обречены. Вот. А меня не смутило даже то, что даже вот это вот, видите? Он в горшке. Он в горшке. Вот. Да и черт с ним все равно как-то умудряются за два года вымахать. До необыкновенной величины, да? Вот. И он уже тоже маточный. Выхода нет. Для того, чтобы по этой округе можно было еще... А другой земли нет. Можно было продолжать. Вот видите, уже привычки растут. Да? Вот. Чтобы можно было продолжать эту работу, как питомники. Приходится на некоторое время совмещать и питомник, и маточный сад. То есть я тоже, а потом покажу, обрежу, а потом вернемся. Вот здесь, вот здесь, вот здесь все будет обрезано. Останется одни огрызки. Вот. Сохранить. Это я. Железов старший, младшего сказал. Да, это твои деревья. Я никогда не лезу. Вот. Но, видите? Красота-то какая, да? Все это будет обрезано примерно, даже не по колено, а ниже колено. Вот так вот. И сохранено. И сохранено на какое-то время. А яблони, а яблони, к сожалению, после той страшной трагедии на острове, когда мне мотоциклисты сожгли сад, вот нам приходится уже сейчас двухлетки все подряд резать, калечить. Еще раз говорю, калечить. Вот. Кругом бушует рак. Слава Богу, можете пройтись, и рака не увидеть. Но Сергей вообще и опрыскивать не ленится все-таки. Хотя, я считаю, не от этого будет рак, не рак. Но все-таки страховаться надо. Вот. Иначе останемся без яблонь. По всей округе бушует рак. Вот. Самое интересное, пошел волной. У нас притих. Вот. У нас притих. Ну, зато он теперь в летнике, и это самое, притих в майне. Да там почти ничего не осталось. Притих в СИЗО. Зато в летник забрался. Значит, еще не конец. И мы вынуждены. Вот. Видите, это все яблонь, яблонь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, две, три, четыре, пять, шесть, 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 шесть. И получается, часть питомника захвачена маточниками. А вот еще из нашего кармана, куда переезжает питомник частично. Ну, здесь маленькой земли, здесь маленькой земли. О, абрикосики. Сергей Валерьевич! Эх, жалко, не слышать. Это прошлогодние лета года. Когда же они уже вылезти-то успели? О, полезли, 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 полезли. Видели, да? От травы, надеюсь, отличите? Ладненько. Пойдем дальше. Вот, пойдем дальше. Вот попробуйте, не сделайте кардинальную обрезку. Считайте, питомник уже вытеснен, уже где-то наполовину. Ну вот, 500 рублей выложено, 500 тысяч из нашего кармана. Старенькая изба. Все разваливается. Как вам, видели? Вот. И еще, когда здесь были хозяева, я уговорил, говорю, вы что-то не можете пахать. Дайте я посажу в сад. Я посадил в сад, смотрите. А у них, это и есть в фирме, просто интересно, да? Лишний раз. Я еще в этом году к нему не подходил, у меня нет времени. Смотрите сюда. Это то самое дерево. Ух ты, сухая ветка. А, она обломана. Это облом, это значит, урожай не выдержал. В том году на ней был тоже сумасшедший урожай. Вот они, косточки. А почему их мыши не съели? Интересно, косточки живые или нет? Никаких-то легковесных. Нет, наверное, уже. Перележали свое. Вот, свела. Заложила ли плоды. И мне стало интересно. Сейчас посмотрим. Кстати, фундук. Вот, в прошлом году я к нему не подходил. Даже интересовался, были ли эти самые косточки или нет. А может, это лещина дикая. Так, ну-ка, 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 ну-ка. А плодов-то я не вижу, да? Перемудрило дерево. Само не может регулировать. То много, то ничего. И так урожая с него не будет. А знаете, почему им заинтересовался? Оно уже лет, наверное, пять плодоносил. Оно непривитое. Очень своеобразное дерево. Может быть, была прививка. Но уж больно, видите, какая интересная форма, да? Кто бы ее делал? Да, я сама. Само собой. Сам себе режиссер. Вот. Непривитое. Плоды мелкие и сладкие. Вот за это я его полюбил. И когда покупали этот участок, конечно, не это играло роль. Вот. Пятьсот тысяч пришлось выложить с кармана нам, Сергеем. И вот мы получили участок. Андрей, скажи, пожалуйста, вот там сразу за забором полезли абрикосики. Прошлогоднее или этого года? Вот сразу за забором, вот грядочки. Прошлогоднее? Я вот так поразился, честно. Думаю, когда бы они успели, мы же только садить начали. Осенью ехали. А, осенью. Ну так и этого года. Так, получилось в этот раз удачно. И снега не было. Ну, а я понимаю, что бы вам не садить, когда этих абрикос девать некуда. Косточек. Так что риск оправдался. Вот. Вот, вот, вот. Ну, что вы видите? Закладка нового сада. Заметьте, пока еще год, два, три. А через два, три года будет вот как там. Также насчет вот эти вот яблоньки в данном случае. Начнут вытеснять те самые, те самые, те самые саженцы. Так, продажные. Ну, вот, давайте посмотрим, что здесь получилось. Давайте посмотрим. Так, что садим абрикосы? Манжольцы. Вот они, манжольцы. А что они такие посохшие? Он только выспал. А, только выспал. Ну что, будем надеяться, что они частично лопнули. Живые. Вот. Пролежали они. Так, я тогда, по-моему, с 8 января, да? Вот это, да, с 8. С 8 января. Вот это банка. Так, с 8 февраля. 8 февраля, 8 марта, 8 апреля, 8... Что, 4 месяца? Нет, еще раз. Февраль, март, апрель, май. 4 месяца. Слушай, перебор, ребята, надо раньше садить. Ну, я знаю, почему раньше не успели. Вот этот товарищ, это будущий академик Российской академии наук. Он будет самым молодым академиком. Вот. Начало какое? В фирмах работал в Красноярске, да? Чтобы дети и люди вообще знали, что не бывает ненужных профессий. Не бывает. Что человек должен уметь и дом построить, и сад посадить, и все. А потом найдет свое место в жизни. Вот. Так вот. Когда у тебя защита диплома техникума? 20 июня. 20 июня. Родится уже не ученый, но, по крайней мере, агроном. 20 июня 2017 года. Этого. Так? Вот. Потом пройдет немного времени, он будет говорить, все, мне ничего не надо. Наука в загоне. Вот. Потом, может, все-таки он решится закончить уже институт или университет в Красноярске или в Абакане. Кстати, Дускобилов, Турсенплот сказал, обращайтесь, помогу. Ну, по-моему, ты и сам поступишь. Я сам поступил. Ну, ладно. В общем, дальше начнется раз это. Вы знаете, человек, который научился работать лопатой, тяпкой, граблями, вот. Я считаю, только с такого человека может получиться ученый. А как вы мне можете объяснить, когда пишут, подписываются доктор наук, кандидат наук, вот. Доцент, аспирант. И учат убивать деревьев. Таких статей я прочитал за свою жизнь несколько сотен. Вот. И только у Бродского, Латинкова, Татьяны Александровны Наги. Заметьте, чей-то кружок. Вот. Я еще, если есть несколько человек, которые понемножечку так коснулись этой темы, вот, и образовали вот этот наш кружок особый, только здесь можно прочитать самую настоящую правду садоваться. Как это получилось. Как это получилось.